Вчера в Большом Зале Муниципального Центра Культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дни Учителя. Поздравить учительское сообщество с профессиональным праздником и наградить лучших педагогов пришли первые лица областного центра. От всей души, от всего сердца разрешите поздравить вас с профессиональным праздником Днем Учителя. Вот сегодня, в том числе и в связи с учреждением Дня Отца, понимая, что мы все еще и родители, и при этом можно сказать, что насколько трудно и ответственно быть учителем для детей. Вы знаете, поражающий и восхищающий вашим терпением, который основывается на доброте, на профессионализме. И хочу сказать вам спасибо за то, что вы делаете, за вашу работу. Хочу пожелать вам здоровья, прежде всего, с прививками или без прививок. Здоровье самое главное, мы это с вами прекрасно понимаем. Того же терпения, настроения в работе, успехов, чтобы вы передавали все свои знания, а самое главное, лучшие душевные качества вашим воспитанникам, нашим детям. Чтобы дети помнили, никогда не забывали то, что вы в них вложили, помнили и были благодарны вашему труду. Потому что результат вашего труда, нашего труда, это успех наших детей. С праздником! Всего доброго! По традиции, на праздники не ограничивались только поздравлениями. Губернатор региона, представители депутатского корпуса, чиновники мэрии Магадана наградили лучших педагогов дипломами, благодарственными письмами и грамотами. День учителя – это самый замечательный день ГАТУ. Это день, когда мы хотим выразить слова благодарности нашим замечательным наставникам. Тех, кто научил нас писать, кто научил читать, кто помог нам сделать правильный выбор. Тех, кто, по сути, проводил в нас во взрослую жизнь. В праздничной части мероприятия педагогов порадовали выступления творческих коллективов. Проблема цивилизованных парковок для автотранспорта стоит в Магадане давно и остро. Сложившаяся городская застройка областного центра не была рассчитана на столь значительный рост числа личных и коммерческих автомобилей. Таким образом, одна проблема порождает другую. Людям просто негде ставить свои автомобили, из-за этого многие паркуются на газонах, детских площадках и в иных запрещенных местах. Однако, закон есть закон. За парковку автомобиля там, где запрещено, полагается немалый штраф. Ситуацию вечернему Магадану прокомментировал руководитель отдела управления административно-технического контроля мэрии областного центра Андрей Морозкин. В данном моменте мы наблюдаем скопление транспортных средств, которые в настоящее время находятся на территории зеленой зоны. То есть это называется у нас газоном, отделенное бордюрным камнем. То есть тоже это можете видеть. Правила благоустройства, действующие на территории муниципального образования города Магадан, такая стоянка транспорта, она категорически запрещена. Это касается не только газонов, но и детских площадок, спортивных площадок. Также подпадает под эту категорию парковка транспортных средств, которая мешает проезду специализированной техники, техники, которая учителяет уборку, вывоз мусора с контейнерных площадок, а также уборочная, пожарная, скорая, помнишь, то есть вся спецтехника, которая работает в аварийном режиме, например, для проведения каких-то необходимых для города работ. Ответственность за этот вид нарушения предусмотрена достаточно высокая. Например, за парковку на газонах ответственность установлена статьей 6.20 закона Магаданской области об административных правонарушениях и предусматривает штраф на гражданина от 3 до 6 тысяч рублей. При этом данная норма не предусматривает предупреждения как более мягкого вида наказания. Сразу налагается штраф как минимум 3 тысячи рублей. На должностных лиц штраф больше от 6 до 30 тысяч рублей, а на юридические лица от 20 до 80 тысяч. В мэрии города Магадана прошло первое заседание Координационного молодежного совета в новом учебном году. На нем обсуждались значимые мероприятия, проведенные общественными организациями и образовательными учреждениями в летний период в 2021 года, а также говорили о конкурсах и мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время. На заседании начальник отдела по делам молодежи мэрии города Магадана и заместитель руководителя молодежного совета Алексей Кияненко рассказал подробно о конкурсе «Доброволец года». Он отметил, что конкурс проводится по трем номинациям. Номинации «Волонтер года», «Добровольческая организация года» и «Лучший организатор добровольческой деятельности». Заявки принимаются до 15 ноября. Итоги данного конкурса будут подведены к концу ноября, либо в начале декабря. И еще один конкурс, который мы сейчас запустили. Конкурс у нас называется «В ритме жизни». Традиционно мы его ежегодно запускаем. Конкурс посвящен цифровому творчеству в области профилактики здорового образа жизни, пропаганды ЗОЖ, профилактики употребления на физических существ. И также отдельной номинацией в нем стоят вопросы, касаемо вопросов ВИЧ-спит. Заявки на этот конкурс принимаются до 12 ноября. Афиши и рекламные материалы все будут опубликованы в социальных сетях и разосланы членам совета, а также образовательным организациям. Победители конкурса ждут призы и дипломы. На совете обсуждался и фестиваль КВН, который пройдет среди первокурсников учебных высших и среднеспециальных заведений. Организаторы уже разослали положение фестиваля по учебным заведениям. На сегодняшний день на участие в фестивале откликнулись 4 учебных заведения – колледжа искусств, СВГУ, горностроительный колледж и медколледж. Сам фестиваль будет проходить в муниципальном центре культуры. Вход по пригласительным. Часть пригласительных получат участники команд. Часть будет распространяться по учебным заведениям, которые не приняли участие в фестивале, для возможного дальнейшего их привлечения. Также на заседании выступила представитель Магаданской городской общественной организации по работе с молодежью – молодежный меридиан Анна Белый. Она рассказала о проведении городского семейного фестиваля «Воздух-арт». В летний период 2021 года был проведен городской семейный фестиваль «Воздух-арт». В этом году конкурсы проходили у нас дистанционно. Несмотря на это, жители города приняли активное участие в конкурсах рисунков, поделок, фотографий, видеороликов о воздухоплавании и авиации. В конкурсе самодельных воздушных змей, а также в интеллектуальных викторинах на знание истории авиации и воздухоплавания. Участвовали как юные магаданцы, самой младшей участницей было 4 года, так и люди старшего возраста. 21 августа 2021 года в 12.00 в парке «Маяф» прошла церемония награждения участников и победителей городского семейного фестиваля «Воздух-арт». Жюри фестиваля отметили более 50 магаданцев. Грамоты получили 47 участников фестиваля. Всего было охвачено около 100 человек. В ходе фестиваля были проведены мастер-классы по прикладному творчеству, концертная программа и запуск змеев. Материнским капиталом можно оплатить не только обучение ребенка в университете, но и проживание студента в общежитии. Для этого необходимо предоставить следующие документы. Заявление, договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения оплаты и справка из учебного заведения, подтверждающая факт проживания ребенка или детей в общежитии. Удобнее всего подать заявление в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Затем в течение трех рабочих дней предоставить в клиентскую службу ПФР оставшиеся документы. Также заявление с необходимыми документами можно подать через МФЦ или непосредственно в орган ПФР, предварительно записавшись на прием. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается не более 10 рабочих дней. И еще 5 рабочих дней отводятся на перечисление суммы, указанной в договоре на счет учебной организации. Правительство отвердило производственный календарь на следующий год. Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще и совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая. Таким образом, мае у граждан будет 2 четырехдневных отдыха с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 мая по 10 мая. Также трехдневные выходные будут по случаю 8 марта, но перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова